Приветствую вас на канале Адвайзер Авто. Наша компания занимается подбором, покупкой и пригодом автомобилей из Южной Кореи, Грузии и США. В сегодняшнем видео вы увидите Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска, выпущен был в феврале этого года, модельный год 2019. То есть мы заглядываем в будущее с этим автомобилем. Вот такой вот американский Passat продается в Южной Корее. А перед тем как начнется это видео, хочу сделать несколько сообщений. Первое. Когда у нас будет 15 тысяч подписчиков, мы разыграем этот замечательный видеорегистратор среди вас. Когда у нас будет 20 тысяч подписчиков, мы разыграем среди вас телефон Samsung S9+. Когда у нас будет 100 тысяч подписчиков, мы... Когда у нас будет 100 тысяч подписчиков, одному из вас мы подарим автомобиль из Южной Кореи, привезем, достаем его, растаможим, поставим на украинский учет, вручим его вместе с техпаспортом и ключами вам. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео. Для этого нужно выполнить простейшие действия. Первое. Развернуть телефон, нажать кнопочку подписаться и нажать колокольчик. Все. И дальше продолжить смотреть видео. И поехали! Привет всем. Хочу вам показать сегодняшний интересный автомобиль. Это Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска. Выпущен был в феврале этого года. Модельный год 2019. То есть мы как бы заглядываем в будущее с этим автомобилем. Вот как он выглядит. Автомобиль не имеет никаких повреждений, либо царапин. Пробег автомобиля 5000 километров. Стоимость автомобиля на аукционе, стартовая стоимость, составляет 35 тысяч долларов. Посмотрим, что у него есть в комплектации. Что у него здесь есть в комплектации? 5000 пробег, ребят. Здесь слева все есть. Дальше. Адаптивный круиз-контроль. Блокировка дифференциала. То есть это полноприводный автомобиль. Дальше. Открытие багажника. Открытие багажника. Есть. Контроль слепых зон. Мультируль. Двухзональный климат-контроль. Максимальная комплектация. Максимальная комплектация. Камера заднего вида. Парктроник. Помощь при спуске. Автохолд. Это ручник. Это электроручник и функция автохолд, которая помогает... Ох, кто-то закрыл багажник. Которая помогает при движении в пробках. Здесь у нас что есть? USB-зарядка. USB-выход для музыки. AUX. Обдув. Кондиционирование сидений. Подогрев сидений. Подогрев руля. И то же самое для правого пассажира. Внешне выглядит очень красиво. Такие изящные формы у этого автомобиля. Здесь место для телефона, для всякой мелочевки. Бардачок достаточно большой. Очень красиво выглядят сидения. Красивый раскрой сидений. Форма. Поддержка боковая тоже хорошая. Регулировка сбоку. Вот. Сейчас перемещаемся назад. Так. Вот это у нас второй ряд сидений. Почему второй? Потому что есть еще и третий. Который находится в багажном отделении, скажем так. Ну, тоже достаточно комфортно. Это больше для детей, я так думаю. Они небольшие и невысокие. Зато даже для них есть кондиционирование. Также здесь есть управление кондиционером сзади. Прикуриватель. То есть можно зарядить телефон. То есть это не просто самый последний ряд сидений, куда садят провинившихся. А это удобное, комфортное сидение. Смотрим дальше. Здесь есть розетка на 220 вольт и две зарядки, USB зарядки для телефонов, для девайсов. Классный такой карманчик, тоже для девайсов. Вот видно сразу, что компания уже понимает потребности клиентов, понимает их стиль жизни. И уже в этих автомобилях есть ниши для мобильных устройств. Это удобно. Положил сюда телефон и слушаешь музыку, например, в наушниках, смотришь видео. Или просто положил сюда Powerbank. Ну не знаю, сюда можно ложить все, что угодно. Вот такие вот есть еще кармашки. Ну и как обычно для бутылочки, для мелочевки, для всякой есть специальные ниши. Есть подогрев задних сидений. Да, также в этом автомобиле есть панорамная крыша практически во всю длину. Шторочки для задних пассажиров. Большой экран водителя. А также здесь есть экран, который выводит информацию на лобовое стекло. Информацию про скорость, про какие-то функции, необходимые непосредственно для движения. Все. Вот такой вот красивенький новый Santa Fe. Очень даже интересный. А теперь сделаем обзор на наш любимый Volkswagen Passat B7 американский. Это у нас дизельная комплектация 2.0 турбодизель. Год выпуска 2015, пробег 79 тысяч километров. Вот. Для тех, кто говорит, что дорого-дорого, дорогие у нас машины из Грузии везут. Стартовая цена этого автомобиля 13 тысяч 200 долларов. Это здесь. То есть его еще нужно привезти, растаможить и так далее. Окей, посмотрим, что у него есть. Это комплектация Cell. Есть память на три сидения. Регулировка зеркал, подогрев зеркал. Вставки под дерево. Но это пластиковые вставки. Электростеклоподъемники. Здесь у нас Alcantara. Красивенькая, мягенькая. По отзывам клиентов она очень-очень стойкая. Даже лучше, чем сама кожа. Состояние кожи сидения отличное. Обратите внимание на то, что здесь уже есть европейский переключатель. То есть, с одной стороны, это американский автомобиль. Но адаптированный уже под требования местного рынка. Потому что на американских только есть три положения. Раз, два и три. Вот это. Все. Магнитола. Есть камера заднего вида. Мультируль. Круиз-контроль. Подлокотник с AUX, с зарядкой, с прикуривателем. Здесь тоже прикуриватель. Вот так закрываются красивенько. Какие-то визитки, всякая-всякая всячина. Бардачок. Это под дерево. На самом деле это не дерево. Есть люк. Ну и сзади сидушки. Что мне нравится очень в пассатах, что здесь сидушка идет аж к самой-к самой двери. То есть, грубо говоря, эффективность использования вот этого вот ширины автомобиля здесь максимальная в пассате. И тоже здесь алькантара мягенькая, нежненькая такая. Ну все, про этот автомобиль больше нечего сказать. Обращаю ваше внимание на то, что стартовая стоимость этого автомобиля ориентировочно 13200 долларов. Поэтому подумайте, вы когда пишете комментарии по поводу стоимости, то не всегда вы правы. Поверьте. Вот такой вот американский пассат продается в Южной Корее. Это у нас получается, как называется раздел этот? Это у нас принципы полета, да. Принципы полета. Винт измененного шага, то есть это получается угол атаки лопасти может меняться, да? Прикольно. Это получается он каким образом управляется? Ну вот вверх, что ли? Ага. Двигатель. Какой-то шаговый двигатель, да? И он там... Два провода плюс-минус. А он не может так, например, развернуть, что вообще не будет тяги, не будет? А это же как бы риск вообще? Нет, у него ограничения есть. А, есть ограничения, да? Да, у него ограничения есть. Чем эти свечки отличаются от... Ага, ну я вижу, зачем? Большие. Они очень сильные значения. Во-первых, да, они большие. Во-вторых, тут совсем по-другому. Тут два зазора, в отличие от автомобильных свечей. Вот так вот. Вот этот прибор называется «Альтиметр». Он нам показывает высоту воздушного судна относительно уровня моря. В авиашколе есть абсолютно все. Даже вот такие вот запасные колеса тоже имеются в кладовочке. А это индикатор АЛС для инструментальных полетов. Ну, вот в леса-то показывают, да? Вверх-вниз. А это вправо-влево от поменей. Это я выключил. Закончилось очередное занятие в авиашколе. Очень интересно, очень увлекательно. Вспомнилась школа, физика. Фина Петровна Саханевич. Учительница по физике. Интересная очень аэродинамика, силы действующие на самолет. Все это интересно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Нажимайте колокольчик, чтобы получать сообщения наших новых видео. И ездить на хороших автомобилях по доступным ценам. А мы вам в этом поможем. Субтитры сделал DimaTorzok